Привет, друзья, с вами Джин Лав, и в этом видеоуроке мы научимся вставлять видео на наш сайт. Смотрите, это делать мы будем с помощью YouTube. Нажмем на новую вкладку и вобьем в поисковик надпись YouTube. Нажимаем, и у нас высвечивается сразу предложение зайти в сайт на YouTube. Смотрите, мы будем это делать с помощью YouTube, потому что это самый легкий и простой способ, и самый, я считаю, лучший. Далее, смотрите, я уже зашел на свой канал. Если у вас здесь не отображен такой круглый значок, а написана здесь кнопочка «Войти», то вы должны войти. Я на примере это покажу сейчас. Расскажу точнее. То есть, у вас будет предложение войти в свой аккаунт. Ваш аккаунт является ваша почта на Gmail, то есть вы указываете свою почту на Gmail, а пароль – это также пароль от вашей почты на Gmail. То есть, указываете почту и свой пароль Gmail – это и будет вашим аккаунтом. Когда вы войдете в YouTube, у вас, собственно, будет примерно такая картинка. Можете нажать еще раз на YouTube, чтобы обновить страницу. Далее, следующее, вы нажимаете на надпись «Добавить видео». И у вас, опять же, также может выскочить вот такое вот окошко, как у меня, а может выскочить другое, с предложением каких-то там данных, и нажать кнопочку «Продолжить». Вы там это нажимаете «Продолжить», и в результате у вас должно появиться вот такое вот окно, то есть, где написано «Вы выберите файл для загрузки». То есть, мы сейчас выберем какое-нибудь видео с компьютера, чтобы загрузить его на YouTube. И приступим. Я уже видео подготовил, и сейчас загружу его на YouTube. Нажимаю сюда. Нажимаю на видео, выбираю. Нажимаю, все. Загружается видео. Смотрите, в верхнем поле указываете, прописываете название вашего видео, ниже описание вашего видео. Здесь выбираете «Открытый доступ» либо «Доступ по ссылке». Что это значит? «Открытый доступ» значит, что это видео будет доступно в YouTube всем пользователям. А если доступно по ссылке, поставите и выберите этот, то тогда это будет доступно только тем людям, с кем вы этим видео поделились. То есть, отослали кому-то ссылку, и только те люди, которые зайдут по этой ссылке, будут смотреть это видео. А другим в YouTube это не будет видео доступно. Я выбираю «Открытый доступ», и все. Далее нажимаю «Опубликовать». Вот. «Опубликовать». Идет обработка видео. То есть, по завершению будет 100%. Смотрите, также показывает ссылка, перейдя по которой можно посмотреть это видео. Давайте попробуем. А, уже не попробуем, уже загрузилось полностью. Итак, далее, что мы делаем. Мы нажимаем вот сюда, на квадратики. Далее нажимаем на мой канал. И далее нажимаем на видео. И вот отображает то видео, которое я загрузил. Нажимая на это видео, Оно сразу начинает проигрываться. Собственно. Настоящий мастер-гум. Поставлю на паузу. И смотрите, для того, чтобы это видео загрузить к себе на сайт и установить. Точнее, не загрузить, а установить. Потому что, если бы мы загружали на сайт такое видео полностью, то мы бы это делали по-другому. А мы просто устанавливаем код. И благодаря этому мы не занимаем памяти на своем сайте. То есть, гигабайты мы память свою не занимаем. Итак, как это сделать? Нажимаем кнопочку «Поделиться» внизу видео. И вот здесь видим надпись «HTML-код». Нажимаем этот HTML-код. И смотрите, мы его копируем. Нажимаем «Копировать». Давайте еще нажмем кнопочку «Еще». Нажали кнопочку «Еще». И вот здесь у нас показываются данные об этом видео. То есть, размер видео 560 на 315. Дальше идут такие показатели. То есть, стоят галочки «Показать панель управления». Это нужно. Стоят галочки «Показать название видео, функции проигрывания». Я считаю, это тоже нужно. Вот здесь «Показать похожие видео после завершения просмотра». То есть, если мы поставим галочку, то когда видео закончится, да, и его посетитель досмотрит до конца, то YouTube предложит сам какие-то свои видео. Я считаю, это не нужно. И убираем это. Также ничего не ставим напротив этой надписи «Включить режим повышенной кофициальности». Ничего этого не ставим. То есть, оставляем только в середине две галочки. И здесь оставляем такой же размер – 560 на 315. Опять же, если вы еще не скопировали код, то можете его выделить и скопировать. Как только скопировали, переходим на свой сайт. И давайте еще раз обновим страницу. И куда-нибудь вставим видео. Например, собственно, на эту главную страницу нашу. Нажмем «Редактировать страницу». Смотрите, также код можно вставить только нажав «Текст» и вот здесь вставить этот код. Допустим, вставим этот код где-нибудь внизу. Поставим галочку, палочку. Нажмем «Enter», чтобы в новой строчке это было. И вставим сюда этот код. Вставили. Нажмем «Обновить страницу». Теперь нажмем «Визуально». Немножко просто протянем. Да, вот у нас появилась. Она вот так вот у нас визуально отображается здесь. Теперь давайте нажмем… А, я уже поставил. Вот я поставил «Показать в таком виде», да, где одна колонка справа. Нажать «Просмотреть страницу». Давайте посмотрим, как это отображается. Вот, собственно, наше видео. То есть, оно уже стоит. Нажмем «Play» и оно будет работать. И то есть, все, видео работает, он готов к любым неожиданным. Я убавил громкость. Могу прибавить громкости. Также вам показать. «Его ждет испытание…» Ну да ладно, все, с этим мы решили. Смотрите, давайте еще раз редактируем страницу. Нажимаем «Редактировать». И выберем какой-нибудь другой макет. Да? Вот у меня по умолчанию был с двумя колоночками. По бокам. Выберу его. Нажму «Обновить страницу». Здесь закрою и еще раз нажму «Просмотреть страницу». Смотрим. И видите, видео автоматически изменило размер под нашу… Как бы такую узкую страницу, под наш макет. Этот, в принципе, хорошо. Давайте сделаем еще одну вещь. Смотрите, вернемся на наш YouTube. И здесь смотрите, что вы можете сделать. Размер видео, насколько оно будет, ширина и высота, вы также можете выбирать. Вот здесь вот нажав и выбрав тот размер, который вам нужен. У нас был минимальный размер. Можно выбрать 640х360. И только после этого взять, скопировать код и вставить. Можно еще больше размер выбрать. Там 1280х720. И так далее. Просто выбираете размер, какой вам нужен, копируете код и вставляете его к себе на сайт. То есть, вставить видео очень просто. Далее. Давайте вернемся к себе на сайт и отредактируем страницу. Вот мы видим наше видео. Смотрите, я еще покажу, как изменить размер видео без YouTube. То есть, смотрите, вот код нашего видео. И вот что я имел, говоря отредактировать страницу. Смотрите, мы можем отредактировать размер нашего видео прямо здесь. Вот у нас мы видим размеры. Ширина 560, высота 315 пикселей. То есть, мы просто ставим палочку, стираем и пишем тот размер, который нам нужен. Например, там 300 на 150. Нажмем обновить. И нажмем просмотреть страницу. И вот это видео уже с маленьким таким размером, который мы сами установили. Вернемся назад и возьмем, удалим этот код. Нажмем обновить. И вернемся на свой сайт. Нажмем обновить просмотреть страницу. Смотрите. Таким же образом вы можете вставить любое видео с YouTube. Совершенно любое, если это разрешает автор, который выложил это видео. Например, давайте нажмем клипы 2015. Клип на 2015. И включим, например, вот этот клип. Нейразум выяснил, как можно стать женой миллионера. У нас... Приходите в МВСКО! Все рекламы. Смотрите, ну, все то же самое. Нажимаете поделиться. Далее нажимаете HTML-код. Копируйте его и вставляйте. Также можете предварительно выбрать размер. И тут ставить по умолчанию 60-30-60. Можно сделать поменьше, не побольше. Все то же самое. Нажмем на паузу. Далее. Вернемся. На свой сайт обновим страничку. Это все, что я хотел показать по поводу того, как вставить видео к себе на сайт. На этом наш урок закончен. Мы встретимся в следующих уроках. С вами был Джин Лав. Пока.